Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро! И мы продолжаем изучать Тору в городе Москва. Я нахожусь в городе Москва как раз. И сегодня будет урок Торы в Ешиве, который называется Оалия Аков. Оалия Аков. И здесь будет мой урок Торы. Значит, welcome. Приходите. Вот. Хорошо, дорогие друзья, вечером, 8 вечера, если кто в Москве вдруг оказался, так же, как и я, то сегодня здесь ожидается большой-большой урок Торы. Будем изучать мудрость царя Соломона как раз по книге-притче. Я сейчас готовлю серию уроков про, называется, про деньги и про богатство, про финансовую сторону жизни, потому что у многих людей как раз вот эта финансовая сторона очень сильно или привлекает к Торе, или отталкивает от Торы. Кто-то говорит, не могу заниматься, не могу заниматься, работать надо. Даже многие, многие, я думаю, большинство, как причина, почему они не учат Тору, говорят, что им надо работать, зарабатывать. А вот получается наоборот же, прямо наоборот, потому что если ты работаешь без Торы, то ты можешь и не зарабатывать. Хорошо, друзья. Значит, сегодня очень такой, прям мне понравилось, с чего начинается сегодняшняя хитрис, эта книжка, да, «Хумашты и лимтания». Начинается с аем-ем, есть каждый день, там есть такая дневная порция мудрости, такая одна идея, да. Сегодня это просто вообще такая идея, которая меня очень сильно зацепила, хочу вам ее передать, захватила. Вот смотрите, есть в Мишле, в притчах есть такой отрывок, написано, что Всевышний направляет шади человека, Всевышний направляет шади человека, значит, Мецедей Гевер, Аташема, шади человека от Бога. И получается, что у каждого, у каждого есть, у каждого человека, есть, вот человек очень похож на такого робота, можно сказать, да, то есть есть биоробот, есть тело, тело человека, оно требует пищи, оно требует движения, оно требует тепла, когда холодно, и нужны там прохлады, когда жарко. То есть тело человека, оно подвержено вот этим всем, какой-то маленький вирус, вот этот коронавирус, залез он, залазит он в тело, и в теле начинается какой-то процесс, который может привести к воспалению легких, и вот этот вот постоянно работающий механизм, за которым человек вообще не следит, то есть представьте, какая великая мудрость, и какую надо испытывать благодарность к Богу, что есть у нас вот здесь внутри постоянно работающий такой вот насос, да, который этот насос постоянно, даже когда человек спит, и вообще вот спит, он лежит в кровати и не двигается ночью, вообще себя не контролирует, а насос работает. Кому за это спасибо? Всевышнему спасибо. Поэтому мы просыпаемся и говорим, то есть это все биоробот, тело биоробот. Дальше на этом биороботе надето интеллект, в который решает задачи. Что делает интеллект? Он умеет разговаривать, помогать, понимать друг друга, да, то есть интеллект это как компьютер, работающий с невероятной скоростью, который на любой запрос человека подсказывает ему из прошлого запаса, как реализовать этот запрос. То есть я хочу кушать, у меня сразу в интеллекте, там кафе, там магазин, там магазин, там ресторан, холодильник, в холодильнике лежит то, то, то и то. Это же удивительная вещь, как интеллект помогает реализовывать запросы человека, его желания. Есть часть, которая самая тонкая, самая неочевидная, но она и является самой главной в человеке. Эта часть называется душа. Душа это то, что соединяет это отражение Бога, это луч Бога, это божественная энергия, назовем это так, которая находится в этом биороботе и которая этот биоробот оживляет. Не было бы души, тела без души нету, то есть вообще нету, незачем. Просто тогда остается просто робот. Но если есть душа, значит это уже человек. Теперь, и вот здесь пишет сегодняшняя вот эта мысль, которая меня очень зацепила, что как физическое тело требует постоянно пищи, его надо питать, и как человек, как он себя воспринимает в этом мире, он постоянно ищет заработок, он бегает куда-то, работает, ищет где бы денег заработать. Также душа требует пищи. Вот эта вот высшая духовная часть человека, она требует пищи. Что является пищей для души? Пищей для души являются Тора, заповеди и молитва, благодарность. То есть, и вот он пишет здесь так, что почему Бог благословил Авраама? Потому что Авраам искал в этом мире только духовную пищу. Он как раз и искал, что Бог от него хочет. Он искал только близости с Богом. И Бог сказал, я тебя благословляю, то есть, я в тебя поселяюсь, я в тебя захожу, и я тебе даю благословение, то есть, через тебя благословятся все народы земли, то есть, я соединяюсь с тобой, сказал Бог Аврааму, и с твоими потомками. Почему? Потому что узнал я Авраама, то есть, Авраам познавал Бога, Бог узнал через это Авраама, и твои потомки Авраама будут, будут они ходить по путям Всевышнего, то есть, они будут как раз во всех поколениях взаимодействовать со Всевышним. И получается, что вот этот вот путь, еврейский путь, изучение Торы, соблюдение заповедей, включение Божественного в каждый аспект материальной жизни, чем отличается еврейский путь от пути, от пути там, я не знаю, других путей, я не знаю, какие там, буддисты какие-то еще. Еврей, он живет материальной жизнью, но он во все включает Всевышнего. То есть, каждый аспект, каждое действие, от первого вставания, бизнес, работа, весь Талмуд практически, да, это о бизнесе, о том, как правильно выполнять Божественную волю в малейших деталях повседневной жизни. Это очень-очень важно. И в этот момент, это как ты берешь, напитываешь свою душу и становишься, пропускаешь сквозь себя Божественный свет, освящаешь имя Всевышнего, и это называется Тиду Шашем, освящение имени Всевышнего. Хорошо. И дальше пишет любая часть Рэбе из книги 365 «Размышления Рэбе», что в Торе есть то же самое разделение. Это очень удивительная сейчас вещь. Смотрите. Если в человеке есть его материальная часть, вот этот биоробот, и его душа, то в Торе, говорит Рэбе, есть то, что называется Тора, он называет это законы, а есть мистическая часть Торы, духовная часть Торы, которая говорит о душе и так далее, более, но он так и называет. Душа Торы, это прежде всего ее мистическая сторона, и Тора без своего внутреннего значения, без вот этой вот глубины, мистической части, она как тело человека без души. То есть та же пропорция идет. Есть в человеке его тело материальное, есть его духовное, и нужно давать духовной части пищу, это Тора и заповеди. Но в Торе есть то же самое разделение. Есть в Торе как бы тело, материальная часть Торы. Это то, что говорит о, ну, открытой часть Торы, заповеди, законы, вот какие-то, казалось бы, такие сухие формальные вещи, это как тело Торы. А есть душа Торы, мистика, вот эти вот глубины, там, кабала, это вообще самая такая мистическая духовная часть Торы. Хорошо. Все, переходим к открытой части Торы. Это та часть Торы, которая является телом Торы. Это та часть Торы, которая понятная, которая, которая вот, ну, прям, открытая часть Торы. Письменная Тора. Письменная Тора, это как тело Торы, да, Пятикнижие, Танах, то, что записано было, то, что передается, передается, передается. Вот Раф Пилайан, да, напомнил мне, я не узнал, но здесь сейчас как раз, здесь я нахожусь в Ешиве, тут есть такой приехал раввин из Израиля, который знает всю Тору. И я сейчас к нему подойду к этому раввину и как раз вот удачно и спрошу этот вопрос, почему предложил Лот, да, он был племянником Рама, своих дочерей, чтобы спасти ангелов, ну, спасти путников. Это как-то, ну, несоответствие, почему он сделал это предложение. Я спрошу как раз после урока, блин, Эдер, и завтра вам скажу. Сегодня рассказывается, продолжение идет главы Вайера, четвертый день недели, и здесь говорится о очень интересной вещи, значит, как раз о Лоте. Я вам сейчас такую вещь расскажу, которую просто, ну, я когда-то ее услышал на Роте Торе, много лет назад, и она очень запоминающаяся, вы ее тоже так же, как я запомнил на всю жизнь, вы тоже запомните. Значит, здесь рассказывается, как уже Бог через ангелов уничтожил вздом, и идет история спасения Лота. И вот Лот, значит, убегает в соседний город, потом уже этот город тоже ангелы уничтожают. И, значит, вот вопрос, тислотный дождь, не тислотный дождь, в 24-м отрывке написано так дословно, Бог. Значит, Бог имеется в виду, есть разное написание, есть Элоим всесильный, это как Бог, который уже отразился в его проявлении в природе, да, то есть все законы природы. Это Бог, который управляет всеми законами природы, это Элоим. А есть его, как бы, это все один и тот же Бог, Бог един, Бог один, нет двух Богов, трех. Бог это один создатель, но есть его, как бы, проявление, которое бесконечное, не структурированное, непознаваемое, творец, да, творец, создатель. И вот здесь используется это слово, творец, когда идет какой-то выход за пределы законов природы, то это всегда делает творец, создатель, тот, кто создал законы природы, и тот, кто управляет природой. Здесь написано, и творец, имтир, матар, это ливень, да, действительно, это слово можно перевести ливень. И творец, имтир, он как ливень, на сдом и на амору, серу и огонь, от Творца с небес. То есть, что имеется в виду, это не природное было явление, это было Всевышний, который решил уничтожить сдом и амору. Он сделал, в тот момент было такое изменение структуры реальности, материальности, как мы привыкли ее воспринимать. И шел ливень, который в какой-то момент превратился в огонь и серу, и оно все взрывалось и сжигалось. То есть, почему это так? Творец решил уничтожить, и это был выход за пределы привычного хода вещей, ну, привычного природного хода вещей. Значит, это ответ на вчерашний вопрос, что это был кислотный, дочь не кислотный. Дальше Лот со своими, значит, со своими дочерьми, он оказался в горах, и старшая дочь сказала младшей. Я пропускаю там, я говорю только те вещи, которые меня зацепили. И сказала старшая дочь младшей. Наш папа старец уже, стар, и мужчины нет больше на земле, чтобы он мог с нами пожениться, и чтобы дальше было человечество. Значит, ее намерение было, ее намерение было очень, как сказать, во имя небес. Она думала, что они остались одни, как когда-то Ноах остался один из всего человечества с семьей. То также и дочь старшая Лота, она думала, что Бог уничтожил всю землю. Она не знала, что уничтожены были только вот эта долина с Дома Амора. И она говорит младшей, значит, остались только мы, значит, мы должны продолжать жизнь. Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. И, значит, так сказала старшая, и давай напоим папу нашего, сказала она вином, и с ним мы, ляжем мы с ним, и будет, значит, от нашего отца будет продолжение человечества. Сказала старшая дочь младшей. И старшая дочь, напоили они его вином, они нашли в пещерах, там были пещеры, видны-видны подвалы, где хранили какое-то вино. И напоили они его вином, и он, значит, как, тут тоже можно задавать много разных вопросов, как можно было так напиться. В общем, написано, что в первую ночь старшая к нему вошла, и он, значит, на следующий день сказала старшая младшей, вот я с отцом вчера была, значит, напоим его снова вином, и ты теперь иди к нему. И опять его напоили на вторую ночь, и вошла к нему младшая, и, значит, и она с ним была. И написано 36-й отрывок, и забеременели обе дочки Лота от их папы. И родила старшая сына, и назвала его имя Моав, так как она напрямую сказала, от папы я родила, от моего папы я родила, от моего отца. Моав, это от моего отца. И, значит, пошел от этого народ Моавитяне, там где сейчас Иордания. А младшая, она родила, но она чуть стеснялась, и она сказала, что у меня сын Бен-Ами, сын моего народа. И, значит, от него пошли народ Амунитяне. Теперь история, которую... А, давайте закончим главу, чтобы было, я вам расскажу историю. Значит, все, на этом заканчивается история с Лотом, с водочерми. Авраам оттуда уехал, потому что место сгорело, и хотя он жил рядом с этим местом, но он оттуда уехал. И вот они вместе с женой Сарой переезжают туда, где сегодня находится сектор Газа, да, привыкли мы его называть, сектор Газа. Там, где находится Ашкелон, там жили филистимляне, народ филистимляне. И царь, который владел этой землей, назывался Авимелых. И Авраам с Сарой приезжают туда. Значит, этот Авимелых забирает Сару, как когда-то забрал фараон. Он забирает Сару к себе во дворец. А Сара, то же самое, когда они пришли в этот город, Авраам сказал, что она его сестра. И, значит, Авимелых забирает ее в свой дворец, потому что она была какая-то суперкрасивая, и фараон ее забирал, и Авимелых ее забирал. Она была какая-то удивительная женщина. Мы-то знаем, что она была, как в конце притчи царя Соломона, там написана такая фраза. Последняя фраза притчи царя Соломона, она звучит так. И, очевидно, от Сары шло вот это сияние, она была пророком, у нее было божественное сияние от нее, хотя уже очень немолодая она была, ей было 90 лет почти. Но, очевидно, она выглядела как сияющая какая-то такая, сияющая, я не знаю, какое у меня слово не подходит. И, значит, Авимелых тоже ее забрал. Но теперь, когда он ее забрал, то весь дом Авимелыха, по слову Сары, они все заболели резко. И заболели они резко. У них закрылись все отверстия, то есть они не могли ни в туалет ходить, ничего. У них все, видно, вспухли. У меня когда-то, когда мне делали обрезание, уже в достаточно зрелом возрасте, мне было тогда 25 лет, 24 где-то года, 24-25 лет мне было, я помню, у меня так распухло все, что я не мог, просто ничего не мог. И вот у Авимелыха, у всего его дома все распухло, и они поняли, значит, Всевышний сказал Авимелыху, что это за твой грех, за то, что ты забрал Сару Авраама. Сказал Бог это Авимелыху, вот тут написано, Бог Элоим, Всесильный, сказал ему Авимелыху Всесильный во сне, потому что Всесильный, Бог проявляется каждому из нас, проявляется в том, красивое слово лучезарное, да, она была лучезарная. Значит, Бог проявляется в каждом из нас в том формате, в котором мы в состоянии воспринимать Бога. И Бог проявился Авимелыху Всесильный во сне, и во сне ему говорит, вот, говорит, я знаю, что ты неосознанно это сделал, что ты не знал, что она жена Авраама, но все равно это грех. И теперь, говорит Бог ему, верни жену этого человека, потому что он пророк, и он должен за тебя помолиться, чтобы он тебя простил. И будет, если ты не вернешь, или он за тебя не помолится после возвращения, то умрешь ты и весь твой дом. Ну, Авимелых зовет Авраама, значит, он сразу проснулся утром, собрал всех своих, такая у нас ситуация, что же делать. Позвали Авраама, значит, он начал Авраама уговаривать, прости меня, не знал я ничего. Авраам ему говорит, ну, и он Аврааму говорит, почему ты не сказал, что она твоя жена, а сказал, что сестра. Авраам ему говорит, потому что нет страха перед Богом в этом месте. То есть, когда нет страха перед Богом в этом месте, то человека от грабежа и от насилия ничего не остановит. Потому что, если он сильный самый, то чего ему бояться? Ну, чего ему бояться, если он себя считает самым сильным, ему не будет за это наказание? Когда у человека есть страх перед Богом, он боится Бога. Он знает, что Бог его везде достанет, что Бог ему перекроет кислород, дыхание там. Ну, то есть, если человек верит в Бога и боится Бога, если у него страх перед Богом, то это его может остановить. Если у него нет страха перед Богом, то если он сильный, то он сделает, ну, все, что ему захочется. И, значит, Авраам ему говорит Авимелыху, нету страха перед Богом в этом месте, А, значит, я боялся, что вы заберете у меня жену, а меня убьете. Поэтому, говорит, мы во всех таких местах говорим, что она моя сестра, чтобы был маневр. Когда есть сестра, люди думают, ну, сестра, значит, лучше я договорюсь, лучше я на ней женюсь. И всегда есть время, чтобы убежать, чтобы принять какие-то меры. Если жена, то единственный способ забрать жену, убить мужа, то есть, это уже конкретное насилие. Сестра, и было у них время всегда уходить. В общем, объяснил Авраам так свой поступок. И, к тому же, говорит, мы же не врем. Она дочка моего отца. То есть, Сара была, Сара была, у отца Авраама было несколько сыновей от разных жен. И была, значит, Сара, дочка брата Авраама по отцу от какой-то другой матери. Получается, что для Авраама она была по отцу, она была, его брата по отцу, она была дочка. Как бы племянница. Можно жениться, это не, ну, то есть, это не родная сестра, но сказать, что она не сестра нельзя. Она его была сестрит-сестра, да, можно так сказать. Почему он говорит, я не обманул, она моя сестра. Все. Значит, в общем, заканчивается глава, для меня очень приятным. Сегодняшний отрывок заканчивается тем, что Авимелых дал Аврааму и Саре дал откупные. И всем сообщил, что Авраам пророк Всевышнего, Всевышний сильней Авимелыха и всех идолов. Это было освящение имени Всевышнего. И он дал им огромную сумму денег, дал им очень много скота. И говорит, то есть, я Бога боюсь теперь из-за вас. И, значит, живите где хотите. И в этой недельной главе, чем она заканчивается сегодняшний день, для меня приятно, последних два отрывка, что у Авраама родился сын. И как назвал Авраам сына, кто знает? Ицхак. Вот представляете, вот это вот имя мое Ицхак. Меня зовут Ицхак, потому что 4000 лет назад Авраам в этой недельной главе, у него родился сын, и он назвал его как? Ицхак. Все, представляете? Теперь, что дальше? Историю, которую я вам обещал, я должен рассказать, она займет две минуты. Значит, я это слышал в Яшиве от Рава Вайс, его фамилия Рав, великий Равин. И он рассказывал такую историю, что был один человек, дело было в Америке, который во время урока Торы, именно вот послушайте, очень интересно, во время урока Торы он неуважительно говорил о дочках Лота. Он о них говорил с какой-то большой насмешкой и с какой-то он говорил о них пренебрежением. И вот во время именно урока Торы, это был великий Равин, который был Равин-Равин. И вот он был на таком уровне величия, что ему ночью тоже пришел Всевышний. Не Всевышний, ему пришел не Всевышний, извиняюсь, не так было. Этот Равин перед смертью, буквально после этой истории, через неделю он умер. После урока ночью к нему пришли во сне две замотанные в такие, замотанные в такую, как плащ, полностью в черный плащ, пришли две женщины. И сказали ему, что мы дочь Тилота. И если бы ты был тогда, если бы ты знал тогда, что мы видели и что мы знали, и как было тогда, ты бы не говорил бы про нас такие гадости. И они, ну то есть, они ему это сказали. И когда он утром проснулся, он заболел, у него распух язык, распухло горло. И через неделю он умер. И перед смертью он всем рассказывал эту, ну пока еще он мог говорить, потому что у него через буквально несколько дней у него уже язык настолько распух, что он не мог говорить, и он из-за этого умер. Что те великие люди, о которых говорит Тора, с которыми разговаривал Бог, которые были пророки, которым приходили ангелы, мы не можем сегодня даже близко понять, что они видели, что они чувствовали, и мотивы их поступков. Это для нас, ну мы вообще другие. Мы живем вообще в другой совершенно реальности. И очень нужно быть осторожным с языком. И чем выше ты поднимаешься по уровням духовного роста и приближения к Всевышнему, тем большая сила дается твоим словам, мыслям, молитвам. Как в плюс, так и в минус. Поэтому человек, который учит Тору, и он... Знаете, как бывает, что люди, которые становятся религиозными, ляхзор-батшува это называется, у них вдруг начинаются какие-то в жизни там качели, события, проблемы, боли. Я болею, например, когда я хазар-батшува, я сильно начал болеть. У меня была очень огромная яма, когда я стал религиозным. Во всех сферах. Кроме Торы. В Торе я рос-рос-рос, а в жизни у меня прям яма-яма-яма. Почему? Потому что, когда ты соединяешься со Всевышним, а ты в это время не готов, и у тебя вот твои модели поведения, твои модели разговора, твои модели мышления, умер этот, который плохо говорил, он умер, этот раввин, да. Когда ты соединяешься уже со Всевышним через Тору и молитву, или там Брит Мила активировал аккаунт, и ты заходишь в духовный мир, и тебя начинают вот так вот, как будто ты пересел на какую-то быструю машину, а ездить не умеешь. И тебя начинает, тут ударился, там авария, кого-то сбил. Тут, ну то есть, это духовная сила, к которой ты присоединяешься через Тору и через молитву. Это Бог Всевышний, Создатель, Творец Мироздания. Когда ты присоединяешься к этой силе, а ты в это время сам полностью еще вообще, ну, ведешь себя не просто не по Торе, а вообще против Торы, да. У меня один знакомый, когда стал религиозным, он стал сильно религиозным, начал учить Талмуд, молиться, там соблюдать заповеди, но при этом в бизнесе нечестный, с людьми ведет себя очень некрасиво, тут насмехается, тут и так далее. И у него, получается, все его вот эти вот проколы в его моделях поведения, вдруг они наполняются огромным значением, и на небе говорят, о, кто это такой, смотри-ка, молится, смотри-ка, Тору учит, а так себя ведет. И у него вся жизнь под откос. И так продолжалось лет, наверное, 10. И сейчас у него обратно начинают, сейчас он уже понял все свои ошибки, его начинают поднимать обратно. Все, всем удачи, успехов, чтобы мы были осторожны, и чтобы были, именно начинается вся Тора с заповеди «Возлюби ближнего, как себя». Если вы эту заповедь выполняете, и вы хорошие с людям, у вас есть шалом, вот, и держаться надо во всем за слово шалом. Шалом с собой, шалом с людьми, шалом с Богом, везде, чтобы был шалом. Все. Тогда будет все отлично. Всем шалом. Чтобы было всех шалом-шалом. Ас-салям алейкум, как говорят мусульмане, чтобы был шалом на вас. Шалом алейхем, по-русски, на иврите. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok